здравствуйте друзья мои ну хоть этот совет у меня как бы есть в прежних роликах но как говорите повтори мать науки поскольку я сегодня буду давать такую прикормку тоже советую но обычно спрашивают сколько можно давать сколько дней давать там раз в неделю раз в 10 дней раз в месяц хотя бы дайте от этого хуже не будет будет только польза но поскольку мне голубей сейчас как побольше стало естественное количество прикормки должно быть побольше значит я сейчас взял вот три большие головки луковица значит три больших морковок и две головки чеснока значит морковку не чистим просто промываем вот где есть гнилые места это я сейчас просто показал вот на этих нету здесь есть его надо будет ножиком вырезать и это через мясорубку хвостик не вырезаем оставляем тут зелень тоже полезно ростки пошли через мясорубку все это этот прокручиваем добавляем сюда соли крупно пищевой соли но на глаз допустим вот на такой объем у мне пойдет так когда там на столовой ложке соли а потом все вот это как бы перемешивается с кормом и дальше покажу пока как бы сейчас на паузу поставлю прокручу потом покажу друзья мои но это мне специальная ведерочка да как раз прикорма где я высыпаю значит ну на такой объем у меня пойдет где-то столовой ложкой соли я щас его сыпаю буду крутить так значит для чего дается соль соль голуби очень любят но много нельзя они соль обожаю даже вот когда красный кирпич а не там это да если обратили внимание когда голуби выходит на улицу они где видят белые разводы соляные они его просто стирают сметают то есть для того чтобы как бы ваша птица если не приучена к этой прикормки если не привыкшие чтобы как бы более-менее быстрее начала да как бы кушать но моя не сметает только так я даже без корма могу дать и плюс еще корм когда будете добавлять сюда дайте отстаивать чтобы самом корме уже было пропитание вот этого вкуса чтобы голуби у голубей очень хорошие вкусовые качества рецепторы очень хорошее обоняние то есть они будут кушать уже корм и привыкать к этому то есть для этого надо дать еще пропитаться значит но у меня как бы шуруповёрки такая вкусненькая штука для голубей и начинаем сыпать сюда форму потом покажу получилась такая вкусняшка голуби ведь уже гудят или давать быстрее покормить сейчас пойдем кормить их погода замечательная прямо опять там и туманный ветер хороший но сегодня я пока что до обеда дверь не могу открыть что надо будет голубей отдавать человек заберет вот так частично ждут как запомнили как запомнились они и и и и и и и Да, по-моему, от цвета корма они все шарахают. Это давные, а не давал эти прикормки. Прикормка обалденная, полезная, очень полезная штука. Тут как раз очень многие говорят, какие антибиотики давать, голуби, дорогие мои. Давайте природные антибиотики, от них нет вреда. Что чеснок, чеснок вообще-то считается самым сильным антибиотиком. Самым-самым сильным. Что чеснок, что лук, это антибиотик, это антимикробный, это антивирусный, это антисептик. Понимаете, анти-анти-анти, помогает от всех заболеваний. Ну и морковка, это витамины, потому что после антибиотиков обязательно же надо давать витамины для восстановления. А тут, понимаете, два в одном и витамины, и антибиотики. А самое интересное, от этого хуже и в них становится, только лучше и лучше. Как бы вот пока вот так. Ну, потом продолжим. То есть то, что голуби едят, видите, все замечательно, все прекрасно, все сметут. Ну, все, пока на этом останавливаюсь, а тут радуюсь. Блин, а что тут небе творится? А жалко. Сейчас потихонечку, чуть-чуть поедят, я хочу помаленечку выпускать. Ветер опять сильнейший, хороший, тренировочный. Ну, видите, варуна-то летает, вон они, стаи с сотнями. Ну, а почему голуби не должны летать? Все должны летать, чтобы быть здоровыми. Ладно, пока на паузу попал, подожди. Так, друзья мои, ну, сейчас еще раз приятный с приятным. Ну, приятный то, что прикорку дали голуби кушать. Ну, и второй приятный. Сегодня меня заберут голубей для Андрея с Дагестаном. Дербентом. Ну, помните, года три тому назад я ему давал 10 пескунов. Потом, когда Камиль брал, парочку, по-моему, тогда еще пескунов давал. Ну, в этом году, вот, зимой 130 штук поднимал. Ну, правда, огромная часть из этих голубей, это был брак. Брак не по полету, не по бою, не по массе. В общем, то есть птица летала, покрывала, суходила. Брак был в другом. В плане то, что эта птица была уже и бридингерная. Потому что, ну, как бы ему поровать, это, да, было не с кем. Ну, держит только мое. Есть он в Ютубе армянские голуби. В общем, сам с Дагестана тоже каждый божий день гоняет голубей. Тоже сапсаны, такие нехорошие, такие, ну, левые какие, как Волгоградская. В общем, туманы тоже никакие. Ну, не в этом плане, короче. Ну, последний раз, когда разговаривал, говорю, столько, я говорю, убери вот этот вес, бра, это, да, хлам, я тебе отдам таких для опоровки. Ну, вот сегодня там штук двенадцать, короче, отдам этих молодых год занимался. Ну, теперь уже чисто для него, чтобы он уже как бы, это, да, знал. Значит, там, значит, одна пара. Это вот я тогда, когда бессмертной дурочки не было, птицы я подкладывал от бессмертной дурочки. Два птица. Сейчас вот один голубь, красношея, краснохвостый, это камень поросила. Ну, поскольку я обещал, обещано, надо отдавать. Ну, он сейчас спорован вот с этой голубки, значит, пелра и голубка, мазаная шейка, уже даже одно яйцо снесли вот на земле. Сами споровались, я их распоровал. Значит, такая. Значит, ну, голубь, краснохвостый, красношея. Это бессмертные голубки и от этой, да, от сына пелра и шейки. И сестра также. Мрамора шея, мрамора хвостый. В общем, значит, значит, у этой голубки отец щей, пелра и шея, такой, ну, это по другой линии, у него там аж 4 цвета конца. Мать там пелра и голубка, значит. Это, значит, будет, значит, от красной щейки голубя. Вот там красная щейка сидит. Голубка, ну, вот этот, по-моему, сейчас зависала. Вот она, хамутшея там, чернохвостая голубка. От них, значит, красный песку, ну, вышел. Красный песку. Вот он. Одно красное кольцо на ногах, а мышь. Это вот этот красненький, он под чернохвостой щей и под красной щей. Ну, говорит, у вас там красная щей. Ну, помните, у меня такой был еще розовенький песку, пару лет тому назад. Это по этим же родителями идет. Значит, так, сейчас. Значит, ад, ад. Дочки депутатские, сейчас я отключу. Андрюш, как раз, вот видишь, дорогая ложка, как это, как раз для тебя снимаю. Вот кто с под кого губит. Так что ты сейчас смешаешь, дай я ролик доснимать, а до с вами. Я что, ты, я беспокой, брат, есть, есть такая вот, есть еще маленький, которые больше не видели за собой, потому что я их связываю. Вот, сейчас. Да, ну, видите, как интересно. Значит, от бессмертной, это, да, от стариковской дочки, Над депутатские дочки. Значит, мама, она, папа, папа, папа. Такой, здоровый, красная шея. Где он тут? Вот он, папа. Это идет там тоже по красной, это, да, красная шея, по-моему, или сыну этого, пёрыщеньки. Внук, пёрыщеньки, правнук пёрыщеньки, вот от него, отец. Значит, от них два пескуна, а другая, один вот этот, красненький, битенький, кукла. Значит, они, как бы, с подбелых, ну, видишь, как у отца это вышли. А другой, пёрка, тоже одногнёжка. Вот эти двое будут. Значит, потом, значит, от кофейного голубя, вот, от старого кофейного голубя, ну, в этот раз он вышел белый, как, смотри, вот, представляете, от белых вышли красные, от шеек, от этих, да, а их вышел такой, чап, чернохвостый такой. А, вот он, это маленький еще, вот, это, у него одно чёрное кольцо на ногах. Вот этот, говорю, пескончик, это вот от кофейного голубя. Значит, значит, от, что такое, буроходный дочь, а, ну, это сказал, значит, от челя сына и пёрыщейки дочь. А, ну, вот это пара будет, Андрюшич, а вот смотри, голубка, они уже тоже сами споровались. Значит, голубка, она вышла белая, папа вот белый, челя сына, он очень старый голубь тоже. Голубка от пёрыщейки дочка, ну, всё, это вот у Камиля был, того мама, вот эта голубка. А вот этот белок, это, да, белый, чернохвостый, у него такой чуть-чуть, вот отец. Значит, отец у него с-под моего чёрного голубя, чисто, с-под чёрного голубя, вот такой, вот такой там. У этого мать, челька, вот она, жёлтый кольцо, ну, него два кольца, одно жёлтое, одно, да, но они уже пари, их можно оставить, молодые, потому что папа пришли. Значит, тут ещё от, да, от хачиковской красной щейки, ну, голубка, а хачиковская была красной. Так, где он, вот он, вот, папа, это, мама чернохвостая, с-под чернохвостой моей, да, там, он вышел вот такой чернохвостый англаж, ребятики, да, хорошо, это вот с-под него идёт. Так, значит, тут ещё. От пёра ищейки, от старого голубя, значит, Тоже голубка, но она споровалась вот с этим голубем. Значит, Сейчас я его найду, покажу. А, ну, да, она вот эта, вот она, пёра ищейка, сидит сейчас на яйцах, она тоже с этим синим голубем споровалась, две голубки. Вот, да, голубь уже три голубки тут появилась. В общем, это вот она, я, чёрный, да, и, 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 значит, вот она, красавчика дочь такая, белые чубатые куски, и голубь, вот, этот, чёрный голубь, ну, это вот этот, а старый любимый голубь, мой, мой, Старый, любимый голубь, где он, Девятый, дурочок. Вот он, ну, это, это, этого голубя частенько показывал. Вот от них, пескон, такой, чубатенький, дикарь, белокрылый, середина хвоста, ещё белый, вот он там сидит. Вот, и это вот, это, ну, думаю, будет достаточно, друзья, тех, этих, так что, от души, кайфуй. Тут уже две, как бы, сами споровались, вот одна пара споровалась, ну, это молодёжь, это, которые усиливают, и то, ну, того тоже, помните, когда несмертной дурочки не было, вот она, мазанная шейка, вот эти, то есть, вот эти две пары можно оставить, ну, с остальными уже заниматься. Ну, потом, Вадим, как, придёт, заберёт, потом я и голубей выпущу, чтобы они летали, а то, как бы, неинтересно, это, да, безвизитные карточки. Друзья мои, ну, всё, наконец, голубей выпустил, а то ждал, пока Вадим приедет забирать их. Пошёл 12 штук Андрея в Дагестан, и вчера я троих убрал из песку новых. Которые, ну, здесь совсем маленькие, один, как бы, не понравился, вот они. Мастёвый, красивый, хороший, в общем, не имеет значения. То есть, как бы, стремимся, ну, погода самый раз опять, ветер хорошенький. Денька должна летать, обязана летать. То, что мы и делаем. Так, значит, по поводу, вот, голубей моих, дорогие мои. Андрей мне уже сколько время говорит этот, я говорю, Андрюш, найди человека, что приехал, он меня забрал. Голубей я тебе подарю, дорогой. Ну, вот, ехать этот автовокзал, там, то, другое, кого-то там просить, что-то там, это, да. Ну, не обессуйтесь, это не по мне. Ну, вот, там, в Камилу друг приехал, как раз забрал, да. То есть, по поводу голубей, дорогие мои, ну, я не отправляю голубей. Единственное, вот, есть у меня знакомый человек, который в неделю два раза, он на своих машинах едет, там, ну, у него, как бы, такой транспортный этот, едет в Москву. Вот, единственное, Москву ещё могу передавать, понимаете. Ну, больше никуда, в общем. Остальные, вот, тоже найдите. В общем, как бы, с голубями проблем нет уже. Если в начале, когда я начал выкладывать ролики, все хотели, там, я говорил, ребят, этим не помогут, с голубями я не помогу. Ну, сейчас проблем нету. Есть, есть чем поделиться. Тогда, как бы, не было, нечем поделиться. В общем, сейчас есть чем поделиться, ну, уж вам самим надо будет. Либо самому доехать до меня, либо кого-то найти. Ну, Андрей, пожелаем шестивого вагона, чтобы он гонял и кайфовал. Ну, а эти, вот, что здесь, красависть. А, что вот такой красивый-красивый. А, вот такие, вот, натянутые, шалки. Да ты чё, да-ка, вот такие мне больше всех нравятся. Одноклассные. Супер, маленькие. Ну, нет, две, две. Там, на улице. Кш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. Кш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш- Сыночек, ну ети, ети, писькунчик, хлеб-хлеб-хлеб, и пытался что-то показывать. Сейчас ветер что-то стих, с утра прям хороший ветер был. Жалко стало мне, что я их не гоняю. Вот, вот она чудо, малышка, что идет, винты, винты, ну все, друзья мои, удачи всем, прикормку не забывайте давать голубям, пусть кушает, крепче будет, сильнее будут, лучше будут летать, бодрее будут, Одно удовольствие, всех балагон.